привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого и это значит что вы на канале лёша играет смотрите продолжение прохождения old world за египет на реальной карте древнего мира где все находятся на своих местах вот египет в египте как ни странно на последнем уровне сложности но подробности в первой серии поэтому если вы случайно наткнулись на это видео переходите лучше к первой серии ну а спонсоры канала все серии видят сразу большое спасибо им за поддержку что ж продолжаем у нас тут две войны с ассирией и карфагеном карфаген стал здание потребовал кроме того у нас тут варвары нападают но и ассири еще и с хеттами воюет я тут хеттам решил немножко подсобить кстати тут он очень хорошо встал сейчас мы накроем так как кого я хочу больше убить я наверно хочу больше убить топора что он тут и прокачанный с генералом и не добиваю немножко ну я думаю там хетты добьют ладно как получилось уже так здесь продолжим шахты делать у нас минус по железу идет а сколько нам надо 134 прин уже еда дешево стоит уже дешево еда стоит а вот дерево дорого так у вас вы там уже карфагенские видны поэтому нам надо часть юнитов отводить чтобы их не убили сколько сто девяносто семьи принять да уже дерево очень дорого варварами вроде разобрались чё по событиям один из наших агентов в имении амарна сообщает что они тайно удерживают пленника у себя в подвалах пленник посол из хеттского царства встретивший на своем пути в столицу чрезмерно рьяных амарнских стражников они схватили его и теперь держит у себя как шпиона так начинает заняли здание проникнуть кстати проникнуть в нацию минус 40 с хеттами блин ну еще с хеттами воевать как-то не особо так а самарна у нас вроде офигительное отношение до 256 наверно давайте вернем герцог неферкара вырос во всю тянется к знаниям ну давайте давайте философию дальше рост границ мы получили во всех городах плюс шесть клеток добавилось это помню здорово дальше будем открывать ну лесничество куда в этом стоит так ваш брат навестники у ассет плотник все юниты плюс 50 нет не будем ловчий лагеря и сети плюс сто процентов рису да у нас там есть и лагеря и сети давайте почему лесничество а уплотнение укропнение земель вот эту рощу надо открыть одна штука правда только по моему но тем не менее эти как добавились клетки сразу видно вот тут как добавилось да вот здесь полностью все вот эти клетки присоединены кстати вот это можно передать все об об дже форум завершен граждан нет ну можно и казначейство тогда поделать потому что извините денежки заканчиваются так как еда дешевле стала стоить потому распространение миссер стране как его укреп да и уплотнение укреп укрепление религии сколько стоит в цирке у нас нету еще так наместники нормальные не появились нет на казначейство наверное хочется и последовать хотя пять лет последователь ладно давайте последователя пять лет это уже нормально пастух завершен храм один ход давайте мы здесь как раз один ход совет проведем и в храм тогда специалиста так тут соль когда вы тут можно три рудника сделать я думаю что игра предлагает домик но я лучше рудник сколько требует сто тридцать четыре деньги так мы гарнизон сделали и уже посадят бусорка наверно обработаем сто девяносто пять вот опять же рудники можно вот на этих пустынных клетках сто девяносто шесть сто девяносто шесть тут сети сделаны тут можно наверное каменоломню восемнадцать все таки у нас основное в египте это еда и камень просто железо не хочется покупать поэтому я несколько рудников делаю ферма готова ну кстати там вот есть предложение видите покупальня я думаю можно сделать так только это у нас у вас это ой нет не то смотрю это чей-то рабочий рамзесов а это вот вот этим надо чтобы быстрее просто видите вот это клетки ээээ зао куплю он стоит за четыре хода а этот бы рабочий за пять строил ладно на этом заканчивается меня сейчас волнует прибытие юнитов карфагена на самом деле нет вроде никто не подошел там один он имеется ну ему далековато ей далековато вот тут другой стороне у беремы есть она может по беремам быстренько так ну и как хетты разберутся с ранеными отлично отлично и дамаск там поставили свой ну все я думаю что там можно юниты отводить от хеттов глава шпионов погиб нифига себе вроде не старый был так а вот тут я могу поменять я хочу чтобы мне вот это досталось укрепнение земель чтобы я рощу мог строить новый глава шпионов мнение семей минус десять но это мне кажется не страшно ну тут конечно помудрее было покруче даже не успели ничего сделать этими шпионами сколько стоит проникнуть в нацию 400 монет пока нет пока нет отказавшись от посещения большей части ежедневных лекций принц Тутанхамон решил сосредоточиться на изучении политики, этики и искусства дебатов вокруг него даже собралась небольшая группа верных последователей записывающих его учения спустя несколько месяцев усердных исследований Тутанхамону удается составить первый настоящий политический манифест плюс один учебник так побудить его к распространению этих учений в народе плюс 120 культур и к следующим событиям потребует чтобы двор использовал накопленные им знания вот это скорее мне нужны цивики так торговлю пускай изучает нация закаляется в войне но это опять амбиции нам предлагают либо убить 15 военных юнитов причем любых либо захватить двое иностранных слушайте а давайте сколько ей лет у нас 43 но вообще вообще убить 15 военных юнитов вполне достижимо это не карфагенских а любых так что я думаю надо попробовать так и вот тут у нас учебник риторики минус одно несчастье плюс 20 процентов культуры кайф нет что вот уже первую убили так дал Tey получены повреждения стража штурм один а штурм прокачать видео сам прокачивается просто стоя здесь по моему кайф рыбак у вас эти можно казначейство за усовета тут что-то на зенку а этот храм хотел вам у нее последователь манихействовать он так давайте поскольку религию стоит 400 цивиков так он ремонтировать не может не может то вот тут храм может сделать так этот отправляется ремонтировать 302 деньги форум архив священник ученик у вас эти так ну давайте все-таки каменотесы сюда потому что в этих городах еще раз напомню быстрее строятся все сельские жители так монах ученик давайте фермеры еще я понимаю что эти города для строительства армии у меня были но пока нету смысла мне армию строить так храм построен тут храм строится здесь нам нужен храм при нам реально сейчас нужны цивики для да блин нужны цивики у час уже надо укреплять религию действительно холодная купальна давайте вот здесь купальню сделаем вот здесь до купим приказ купальне это все минус к несчастью во всех городах мне надо купальне сто процентов ну карфаген фигачит армию на 5 очков нас опережает а за счет чего за счет городов только одно чудо 3 2 развитых 9 но у них вообще всего среди 14 городов карфагена 14 городов ни хрена себе царица мертва новая царица мнения на злое черт так бесплатный люди лучник на верблюде это мы точно возьмем и вот этим начинаем рощу строить 203 монетки это ресурс все таки всегда надо обрабатывать ресурсы чтобы счастье но ресурс роскоши имею ввиду так со смертью царицы и пластические дары всем соседним нациям кроме нас ну не отправлять никаких даров я не боюсь если хетты нападут все таки мы более развитые сила у них слабее написано как видите так что удачи против генерала давайте давайте против генерала возьмем уровень косточейства продолжим по завершению плюс 300 денег нормально так починено а я уже могу деревню что могу начнут сюда а вот реально чем продавать покупать нам выгоднее домики строить уже этот домик одну считайте одну еду в 20 денег превращает крепость рудник так а второй кто у нас так а что мы вообще можем строить деревне мы тут все построили житницу житницу но вообще можно вот сюда житницу поставить мне кажется на кашек маниферу будет больше каменноломня рудник у нас маловато святилища не хочу ставить потому что появится появится язычество египетское мне придется с этой фракции тоже дела иметь если чем меньше фракции тем лучше бараке муштру дают и минус 2 железо ну кстати кстати давайте наверное реально вот сюда бараки поставим так что по юнитам у нас сюда генерала добавим а сейчас этих всех вылечу пойду вон с этим карфагеном воевать у него там юниты стоят у него просто так стоят что ли так этот наверное хотя он с 13 приказов сейчас я подумал может перебросить куда так ну эти скауты я бы здесь держал смотрел вероятность подхода ассирии но я думаю тут уже скорее ассирия с хетами как у них гораздо слабее ассирия просто слабее хеты короче с этого фланга наверное можно расслабиться но все равно давайте лошадей отсюда не убирать а это уже походил в общем я бы их тут оставил так вот этот соточка повысить 264 не наверно пока стоим могут отсюда варвары прибежать и будет жопа теркать не знаю появляются ли они в наших границах то есть вот тут же у нас видите все вообще уже полностью к нам прицелем уже не такого тут могут появиться не за как тут сделано честно вам скажу персы ходят у меня вообще со всеми хреновые ну как и странно с карфагеном более-менее не царя на войну мочев какую-то получил мудрый еще ни разу меня ни один не достигал мудрости так ну минус 5 легитимности не смогли мы в четыре распространить о как я и говорил смотрите как раз налет так боевого слона конечно же напоминаю вот это все бесплатное что-либо эти карточки весь экран написано при отказе пропадает навсегда то есть у вас эта карточка потом не появится поэтому лучше ну я считаю лучше брать эти карточки тем более тут и у нас лучник на верблюде прикольная штука так вот эти ребята они наверно на залп у вас я их всего четверо кстати не скажу что мне страшно плюс 10 против пехоты на работе в пехоту возьмем новое поколение генералов вас пригласили в лад на праздник в честь богини ну короче вот мы ставим на этих на бегунов у меня денег нет даже не хочу ставить просто просто не хочу есть храм блин и 1 очка цивика не хватило чтобы можно было укрепить уже сейчас так а этот храм для обжу а вот сюда давайте для у ассета казначейство завершено один гражданин есть эти каменотеса вот сюда наоборот каменотес еще один гражданин есть так но нам надо конечно вот тут соль обработать для всех что-то убрал оттуда она давайте-то пока форум всех рабочих куда-то перебросил так теперь с этими варварами у нас 21 приказ точно этого перебрасываем точно колесницу даже повышу на точность вот этот лучник на верблюде сюда трое их тут четверо как как больно мы можем стрелять по ним не ну в принципе два юнита тремя давайте еще этого лучника так а вот этими начинаем в сторону карфагена выдвигаться и тут поставил бы чтобы на всякий случай чтобы мы имели возможность если придется напасть а так подальше чтобы в принципе тут контролируем все очень далеко видим с этой стороны так тут карфаген к нам никак не лезет странно вот я же видел поселенцы а тут таро поставлен на самом деле поставлен тут уже город просто типа я не разведал территорию поэтому не вижу город очень так лайтово они подошли ваш супруг царь консорт родную масть продать продаст за медики в народе его знают как крайне алчного человека я конечно маму за медики не продам но очень порадуюсь вашим лайком и комментарием если вы поставите лайк и комментарий оставите раз уже досмотрели до сюда явно вам нравится ну и а если очень сильно нравится и вы станете спонсором или супер спасибо оставите под видео так я вообще буду очень очень рад все таки это какая-то какая-никакая денежка перепадет так вашим лайком и комментарием если бесплатный боевой слон нам перепал давайте пока фалангу вот эти все законы я пока не могу принять я сейчас буду укреплять религию просто не до законов так а что у нас прибывают представители из академии свистями о герцоге неферкаре дела у него идут отлично к сожалению он растет нерешительным блин минус одна дисциплина так прозрение пол приказа от храма дуализм город города с манихейством плюс одна наука за религию и минус одно несчастье от храма дуализм берем дуализм берем у нас минус уже в двух городах минус к несчастью идет но много есть и с плюсом к сожалению я тоже рудник хочу тройничок рудников они друг на дружку влиять будут так есть купальня в этом городе а вот здесь интересно я смогу купальню вообще я где нибудь могу тут купальню сделать вот тут наверное а могу здесь на болоте о кайф зашибись так купальню в столице надо вот сюда вместо фермы давайте заменяем заменяем MAX это в храме давайте архив так занимаемся так как она тут бьет у нас ближний бой против пехоты булавоносцы у нас чисто против пехоты что нам надо среди как делать атакуем и добиваем колясочкой чтобы появлялся штурм оба дальше так блин не добегает немножко что взять марш наверно так их чуть-чуть не хватает могли бы убить его ну ладно этим наверно тут постоим постепенно подходим генерала добавляем один приказ остался вот этим ближе подойдем ну там с варварами мы точно отобьемся от варваров а вот здесь на карфаген может даже и город захватим чё нет как у нас с карфагеном они сильнее они-то сильнее но у них армия вся вот там где-то интересно кстати за счет чего мне хочу надо внедрить шпиона именно в карфаген я думаю так фалангу открыли тирания конституция украсть исследование собор носите тирания конституция королева царица улучшается плотничка фигня любитель природы будучи лидером лесопилки и пастбище плюс 20 ресурсов ну лесопилок у нас нет но пастбище у нас дофига это кстати да наверно берем это должно приказов так прилично добавить ну один написал ладно может там ресурсы не считаются фиг знает так уже плюс 17 железа отлично вас просто еще железо на содержание бараков уходит тут он хамон завершил обучение политики так либо герой напоминаю что у нас следующий царь поэтому тут важно выбирать будучи лидером все юниты лечения во время разграблений плюс 50 муштры оратор будучи лидером мнение религии плюс 40 вербуйте племенных заемников залегить мы как ни одного племени не встретили и все города плюс 2 приказа за город с дружелюбной семьей то есть у меня будет офигительно много приказов у нас все семьи дружелюбные как видите кстати двое дружелюбная одна довольная а почему что у них там не хватает освободили пленника освободили пленника труппа артистов из экзотических стран останавливается в обжу дабы развлечь горожан во время короткого визита во дворец танцовщицы и поэты предлагают особые услуги тем кто желает удовлетворить свои желания осмелитесь ли вы насладиться весельем это из-за того что царицы минус одна дисциплина так пусть мужчины и женщины доставят мне удовольствие становится распутной вино больше вина становится пьянчугой их услуги меня не интересуются за несчастной все города минус 20 процентов вау приказов так пьянчуга минус 2 дисциплины а тут будучи лидером все города плюс 1 ну видимо пьянчугой алкоголичкой блин конечно такой при неприятный штраф честно скажу купальня последователь так вот этого последователя давайте сюда где-то тут храм будем строить точнее вот здесь мы его будем строить этим строим купальню для обжу в общем он тут очень давайте здесь врач ученик может эти врач ученик так армия сначала разбираемся с этими ребятами так хотя и слоника можно подтянуть или уже лучше 15 ходов лучше подводить карфагену юнику чё-то по пустыне тяжело идут по пустыне на одну клетку всего лишь перемещаемся но повел карфаген к нам хоть и хорошо что мы здесь у нас шпионская сеть ваш доверный брат станет духовным лидером манихейства слова принца татун хамона вашего наследника всегда поднимают он вдохновляющий о зашибись это кстати круто так ну вот это 20 приказов но опять же это на один ход всего лишь поэтому я не думаю что круто на это дело а вот гражданство чтобы суды строить это круто ваш супруг и генерал становится неугомонным или суровым я думаю суровым так поскакали тут на помощь вообще сначала походим уже шесть убита военных юнитов так куда-то добегает прям ага не ну а фиг ли карфаген со мной решил воевать дань с меня потребовал мне кажется надо наказать объяснить так пусть там по-моему прокачка вот а это следопыт мне показалось да это же не стреляющий юнит точно мне показалось орлиный глаз или как он там называется так слон и лучник есть храм а где у нас еще нету храмов подожди даже в элате что ли еда и в элате есть и тут строится у нас только здесь нету храма но сюда уже прибыл этот последователь да блин ну не знаю просто стоим тогда мы реально уже везде строим о смотрите а вот где у нас лесопилка возможно вау давайте построим лесопилочку одну я и не заметил что у меня тут лес оказывается слоника подведу так что в городах казначейство построено тоже казначейство но у нас есть тут гражданин гражданина на соль а в джане два гражданина форум завершили не знаю наверно надо камнетеса на мрамор цивики все таки дает так ну что там может карфагента защититься отступление пока вот там вон бегут сикероносцы но вообще с той территории что я исследовал этот город ближе ко мне чем к карфагену в леванте у нас тут битва карфагена с египтом вавилония мавзолей заканчивает в рамках учебной программы герцог хуфу со своими одноклассниками организовали эмпорий близ джане где проходит их обучение хуфу руководит процессом и подает большие надежды граждане джане даже попросили сохранить эмпорий как постоянное место для торговли так что вы хотите сделать городе рынок для обмена местных товаров рынок появляется в джане либо торговый пост для иноземных купцов караван и караваны смогут куда нибудь отправить но у нас так со всеми такие отношения хреновые знаете наверное рынок пускай будет я даже не знаю куда мне его отправлять так такой же юнит надо плюс 20 процентов к силе слон бежит между прочим ну вот у этих ребят бонус против поэтому надо как-то по-другому надо наверное сюда становиться верблюд сюда коляской вообще просто постоять не знаю надо ли мне лучника мне кажется мы там должны справиться и так а у нас что-то добавил соль добавилась в ассет я уже соль отправляю блин опять плюс пошел к так ну в абуджу давайте абуджу точнее минус 1 ну давайте блин 23 ладно давайте эту сюда наместником так 500 денег я думаю что можно проникнуть в карфаген уже и посмотреть что там какую они территорию занимают так а слоника я бы подводил еще а этих возвращал на прокачку рудаков завершил это соль граждане 0 это на празднество проведем чтобы быстрее тут житель появлялся два гражданина в амунии пастбище я думаю и храм ну что карфаген в город встал больно а это это стреляющий черт это я не понял кстати я вот не помню что там делает слон панику делает блин чуть не убили смотрите мне юнит будет отступать сейчас паника значит по-моему атаковать не может если не изменяет память наместница у ассет погибла прямо на службе гражданство открыли ну а нагрд давайте о это хороший принц тут он хамон минус конечно по деньгам но минус два несчастья зато вдохновляющий тем более то что значит плюс две культуры а будучи лидером плюс одну культуру за уровень города отлично это особенный год в истории египетских царей царица михая мудрая празднует свой серебряный юбилей 25 лет правления выберем в честь праздника новую амбицию так отправить семьям шесть предметов роскоши не получится вывести в поле восьмерых генералов кстати вполне управлять восьмию наместниками тоже не получится они везде гарнизоны сделаны давайте еще четыре генерала надо добавить будет правда они просто могут быть недоступны но будем пробовать теперь когда герцог неферкара завершил свое обучение философии кем он будет давайте судью фанатики мне не нравятся так что делает вот это оглушен а вообще наверное ходить не может фак так да ну ас короче минус уже сто процентов минус юнит схватка проходит на равных картхала и небуэнет обмениваются выпадами и не желают отступать вдруг небуэнет ловит ошибку оппонента и вонзает меч в вытянутую руку лезвие проникает вплоть лишь острием но этого достаточно чтоб картхала взрывел от боли так я понимаю небуэнет это наша генерал а картхала это генерал карфагена но он все еще на ногах в последние отчаянные попытки картхала бросается на небуэнет но та с легкостью парирует все его удары а затем резкий укол в ногу и картхала падает на землю победа за вами прикажите мне буэнет убить или пощадить картхала а зачем нам его щадить чтоб сорок отношения нет даровать ему быструю смерть да не атаковать не может не не ходить не может и нам чуть-чуть не хватает нам видимо придется вот этого использовать иначе выживет слон нам это вообще не выгодно все таки надо лучника подводить ну дайте выбрать здесь у нас есть и и вот есть и и и и словно всех подвели тут архив форум архив пока так будем теперь тут есть один гражданин зал может на сети кстати надо а тут его давайте врач врача сделаем форум архив тут есть храм опять же больше храмов строить негде то есть просто оставляем пока этих последователей роща о поэтому сначала а у нас тут нету граждан надо в рощу кого-то отправить будет суды можно устроить он суды это круто плюс цивики и конечно много камня требует но суды сто процентов надо везде сделать а с кем они там они по-моему друг с дружкой должны соседствовать если не изменяет память по моему друг с дружкой сейчас гляну плюс 20 процентов цивиков я под наверно живу хотя у меня еды дофига капает есть лесопилка сколько дает 9 ну это вообще на самом деле прилично приличный плюс сюда домик а тут уже стоит тогда домик надо сюда на блин ты юнитами хожу сюда реально суд даже куплю приказ чтобы начать его строить даже вроде смог всеми походить он опять очков отстают акарфаген и почему почему-то никак не встречу так и убили нам все-таки того оглушенного еще минус один юнита блин тяжело ну видимо надо отступать то что тут карфаген подвел это круто надо еще что-то подводить карфаген объявляется в стане войны с хеттами чё это с чего бы здоровье царя к консорта пошатнулась ваш сын уверен в себе убедителен о следующий царю нас точно будет крутой жуткие слухи подтвердились придворные заставили за стали вашего сына в дальнем углу конюшни в окружении мертвых щенят герцог хуф отказывается признаваться в содеянном но всем понятно что это он их задушил без всякой на то причины хуфу становится жестоким вынужденно берет в семью проблемного ребенка герцог хуфу становится воином в качестве генерала плюс 20 муштры за каждого убитого воина блин насколько игра про современность до всех конченых и жестоких в армию мобилизация ну придется его в армию брать отослать его дом для умалишенных хотя тоже не мне что-то хочется вы в армию взять почему-то и он будет дипломатом с мертвыми щенками подмышкой так супа я вылечиться хочу этим июне там почему не могу у вас эти у нас есть один гражданин 3 хода до храма но я бы его в храм конечно отправил и даже на суды бы оставил давайте наверное совет пока проведем тут мы камнетес мрамор и еще один гражданин врача чё надо валить или еще попробовать в принципе смотрите вот этого мы убиваем да шкурм проходит так да мне туда вот зайти чтобы нескольким нанести урон но не получится пока так так еще штурм проходит два юнита минус ух ты дотягивается даже надо чуть ближе подойти марш-бросок берем иначе мы бы не убивали этого прачника так ну тут блин ну я боюсь все равно что сейчас мне будут минус все эти юниты ну в принципе неплохо сейчас было до минус 3 юнита карфагену но он все подводит подводит здесь при мне кажется все таки я зря и 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 Я суд хочу где-нибудь построить, вот сюда давайте. О, я еще этим могу проатаковать. Блин, вот этих очников. Я сомневаюсь, что хеты будут на меня нападать, а вот там с Карфагеном проблемки. Так что перебросим туда. Но мне кажется, сейчас нам тут тоже прилично убьют. Сильнее. Так, минус один юнит. Причем максимум прокачанный пятого уровня. Минус второй юнит. Вон того лучника я уже увести не могу, потому что в зоне контроля всех находится. Ну, три на два получилось. Но там три у него не прокачанных, а у меня два... Ну, один не очень прокачанный, а второй полностью прокачанный. Так, царица чувствует себя слабый и больной. Глава шпионов. Задание по проникновению привело к событию. Ну-ка, давайте. Приносит тревожные вести. Агенты, которых он отправил для проникновения в Карфаген, вернулись домой, не подозревая, что от самого Карфагенского дворца за ними следили персидские шпионы. Теперь Оксафор из Перси угрожает раскрыть нашу маленькую Карфагенскую экспедицию. Конечно же, если мы не заплатим. Тысяча триста сорок. Либо наш шпион будет в нас разочарован. Нет, давайте все-таки пускай узнают. Машине минус десять. Ну, саляви. Видите, я не могу никуда уйти этим. О! Все равно. Все равно зона контроля. Блин, ну сейчас найдут всю нашу группировку военную. Черт. Надо как-то в леса, что ли, отойти. Почему не могу уйти? То есть я, конечно, минус этот, но и меня сейчас убьют тут. Да, куча армии. Ну, короче, надо в городах Рамисида встроить армию. Религиозные воители Исхетского царства прибыли в Алад, дабы обратить наш город в Зароастризм. Царица Ияя, способная Исхетского царства, легенда своего народа, призывает вас не сопротивляться и мирно принять праведную веру. В противном случае, ну, тогда мы будем ждать вашу армию. У нас пока сила аналогична, так что... Тем более я вот тут вообще армии не вижу. Они там воюют с Ассирией. Так что вперед. Да, я думаю, пора крепость строить, чтобы более крутые юниты можно было в этих городах сделать. Исхетский царства. есть один гражданин а мы все еще ждем храма а давайте врача везде врачей сделаем празднество завершено и есть один гражданин я его хотел храм вроде или вот сюда да вот сюда на фермерса на сорга добывать или празднество провести еще тут минусы так идет минус к несчастью так не бед младше менее племени мнение религии мы ни одного племени не встретили поэтому пофигу мнение религии у нас наше основное нормальное а вон герцог хуфу плюс 0 4 за каждый город плюс 30 мнений через земцев и вот этого давайте послом назначим так я не понял внедрение в карфаген типа провалилась считается блин прикол ну давайте еще раз попробуем так что может усмирить город мы пока не можем отправить подарки семье у нас по-моему нормальное отношение я считаю так посол что эти может попробуем национальное перемирие с карфагеном давайте просто прекратим это не не хочу цивики тратить не хочу просто не хочу но тут мы конечно дофига армии потеряли причем прокачанной крутой армии сейчас еще потеряем минус один юнит минус 2 не ну тут уже сто процентов надо отступать прямо даже не буду пытаться что-либо сделать дальше вот царь-консорт ваш супруг погиб генерал войска колесниц погиб на службе 800 соц капитала бесплатно или бесплатный министр нет соц капитал конечно так а что мы сейчас открыли машины анагры можно строить осудить эти бесчеловечные обвинения новое предложение брака для вашего сына принца тут ухамона от рамесидов и амарна я бы амарну примет так 27 23 она даже лучше между прочим ну просто чтобы улучшить отношения даже с амарна зато ухудшились рамесидами ладно всего лишь через несколько дней после свадьбы с принцессой консортом син минис города обжу принц тут он хамон оратор наносит вам тайный визит я не могу выносить существо с которыми поженили за что вы так со мной у них он уходит негодование продолжая промотать слова недовольства в блин ну выбор сделан да тут он хамон отдалиться но 170 цивиков это 170 цивиков министерство строим 2 хода новый гражданин будет ночи два раза совет проведем и отступаем я бы даже сказал бежим с позором садников там никаких нет храбрый против юнитов ближнего боя короче зря я взял вот это вывести на поле восьми гирами у меня вообще сейчас ноль генералов я даже не могу никого назначить выглядит так что не вы не выполнится это амбиция блин 27 приказов надо что-то давайте отправить дары семье рамисидом отправим деньги есть приказы так посол цивики мы сейчас тоже получили давайте попробуем национальное перемирие с карфагеном давайте просто прекратим это вот так а наша чувиха тут нечего делать так где нибудь мы можем нету кандидатов нету о о герцог неферкара отлично сажаем губером так ну вроде норм ну че уничтожит мне там всю армию интересно а он тут по одной клеточке может только подходить видите по пустыне ну вот до лучника не могут добраться к сожалению скорее всего минус лучник сейчас конечно посмотрим нет не до не добежали вау повезло еще еще армию ведет блин и кучу надо все армию перекидывать сейчас туда карфаген что-то очень злой завершает строительство акрополя теперь у нас еще больше приказов должно быть агент в тире погибло на службе там можно кого-то еще нанять минута танхамона минус дисциплина а второй в очереди сошел с ума и стал безумным охренеть так библиотеки открываем дальше у нас погибло вот здесь походу да можно можем сюда кого-нибудь нанять вот их на то на младшего отлично так акрополь акрополь напоминаю дает по приказу за каждый город который дружественен дружественной семье как-то так о можем принять закон божественное правление у нас нету святилищ вообще свод законов плюс 10 за каждый действующий закон по ум прикольно так терпимость и догматизм мы уже смотрели фигня централизация ну кстати централизация тоже прикольно тем более тут все семьи хотят ее и наконец тирания либо конституция плюс наука за каждого городского ну давайте сначала централизацию применим вот это нравится и плюс у нас еще есть цикл я бы конституцию взял потом можно будет и свод законов еще принять конституция 18 науки вход добавила 10 процентов герцога нормера умного очень беспокоит раздор между вами и его родственникам из семьи саид и главы шпионов камосом ну давайте пускай он ходатайствует чтобы мы улучшили отношения почему нет бесплатно тем более блин такая желтая помада и синяя подводка мужчинша украинка слава украине сидит вот синие глаза желтые губы так что дальше когда там у нас посол договориться один ход короче надо валить надо валить причем я бы даже марш бросок использовал по идее не должны добраться так здесь становится потому что через пустыню долго идти понимаете ну вот эта армия серьезная фигня тут храм построен а тут два осталось искупление и просветление да города минус два несчастья за старшего монаха а соборы плюс один к росту а искупление города с манихейстом гавани и деревни плюс 20 процентов ресурсов и от собора рудники наверное искупление надо будет принимать но пока стоим на месте так а почему я не могу правительство ставить строить а рядом с судом только а так стоп а суд а суд я не построил он строится только вон строится суд ладно так акрополь а даже не за эти плюс пол пол приказа за каждый форум 44 приказа это уже прилично так у вас это врач ученик грамм священник ученик закончена монах ученик один гражданин священник монах ну давайте рассвещаем в храм а так в храме уже есть тогда пока казначейство не хочу не хочу в монастырь а 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 надо пока тут ничего не строим тогда а да так армию надо мемдак brew не армии мало сколько там цитадель Короче, тут надо после казначейства юниты строить Вот боевой слон, тем более прирожденный всадник будет Блин, вот тут сюда надо У вас там две клетки не прилегают А вот тут центр города, поэтому можно строить купальню Так, ну следим за карфагенскими войнами И они тут не должны сейчас меня убить Он по одной клетке вот так ходит, может проатаковать, да Но это все В общем-то Пока они по одной клетке будут ходить, я могу пару юнитов убить, я думаю О, проник на территорию Карфагена Карфагенский посол слуха сообщает, что нашей просьбе официально отказано Это по поводу перемирия Блин, а что я никакие юниты сюда не перебросил прошлым ходом? К нашему авангарду приближается группа ассирийских всадников во главе... А, это предлагают прекратить войну, да Это мы принимаем с ассирией Вы просыпаетесь от знакомого утреннего сочетания шума дворцовой возни, запахов готовящейся в нижних кухнях еды и небольшого давления у ваших ног Скачив с постели, вы оказываетесь лицом к лицу с курицей, спокойно сидящей на идеалах царской постели Она сидит, не обращая на вас особого внимания и лишь изредка кудахчет, будто сама с собой Попытка встряхнуть постель вместо того, чтобы согнать незваную гостю, кажется, заставляет ее только глубже осесть в новом гнезде Так, с добрым утром Четыре приказа Гадкому животному не нарушить мой сон Девяносто цивиков И может это знак свыше? Нет, давайте цивики возьмем Герцог Нормер, умный из семьи сейтов, является к вам с предложением Царица Михаа Нам представилась уникальная возможность помочь друг другу Тебе могут понадобиться воины, и я готов их предоставить Но ты должна поклясться, что поможешь нашей семье, если мы того попросим Так, то есть, мы получаем копейщика и колесницу Ну давайте, ладно, посмотрим, что он от нас попросит взамен У нас, в принципе, со всеми хорошие отношения Так, наместница в амунии Хитрая Плотничиха, либо просто дисциплина Открывает караван в качестве Давайте хитрую попробуем караваны реально построить Почему нет? Глава шпионов, конечно, мудрость надо брать Ну давайте на Карфаген посмотрим Смотрите, он даже Корсику заселял А вот с Римом у них нет терок? Алерия, Сардинию Ну вообще, вот все исторично Реально это были острова Карфагена Даже еще Сиракузы вот тут были Потом их выбили Да, нормально так заселено Но вообще, по ощущениям, выглядит, как будто этот город скорее Египта Чем Карфагена должен быть Нет, вам так не кажется? Карфаген гораздо сильнее написано Но они недалекие На меня надо более современные юниты открывать, кстати Так, я хочу принять свод законов Плюс 10 цивиков за каждый закон То есть будет Раз, два, три, четыре, пять, шесть Плюс 70 Содержание всего лишь полтора приказа Еще одно празднество проведем Так, есть гражданин Его в рощу Для получения благовония Предмет роскоши, кстати Отдадим его омарно Есть еще один домик Там купальню строим Предлагают святилище Театр Ну, кстати, я почему здесь не построить театр Еще одна городская клетка будет Во, стрельбище можно уже строить Ладно, давайте вот эти юниты перебрасывать Так Так Ну, этого, наверное Так, а что это вот за вавилонские юниты С вавилоном у нас как отношения? Блин, может не уходить пока отсюда А вавилон случайно не воюет с кем-нибудь? Нет Так, дали копейщика Дали колясочку Не думаю, что мне нужен камень А думаю, что нужно будет библиотеки строить сейчас Плюс одна наука за каждый прилегающий ресурс Наверное, где-нибудь здесь будем строить ее Так, теперь у нас Переизбыток приказов И нехватка армии Впрочем, надо что-то сейчас открывать на юниты Мне кажется, сейчас минус слоник будет Стреляет Так, кому лошадь нормально Стреляет Что, в разные юниты стреляет Ну, у Карфагена, слава богу, видите Пол вообще не прокачанная То есть с этим можно бороться О, конец близок Пора привести свои дела в порядок Да что так у меня умирают? Королевы быстро Бесплатный анагар, надо брать Так, здесь строим библиотеку сразу Есть суд Библиотека Следующий у нас король Шесть харизмы Но минус две дисциплины Но он вдохновляющий Тут было шесть мудрость Сейчас мы по науке, конечно, немножко просядем, видимо Продолжение следует... Ну это вот приятненько, минус 2 юнита, приятненько. Генералов, правда, нету нифига. Священник-ученик завершён. Врач-мастер. Ну это, наверное, священник-мастер. Да, 23. Так, ну давайте внедряться тогда в другие ещё страны. В хетов внедримся. Дары семье. Ну со всеми норм. Ничего мы тут не будем. Мне, конечно, смирить город надо пооткрывать. Чеканку монет надо открыть, короче. Так, и отношения у нас со всеми хреновые. Может торговое соглашение Вавилону кинем. Но в связи со смертью царицы Михаа Мудрой, эта серия уже закончится. Посмотрим, кстати, не убьют ли меня. Нет, ну не должно им далеко идти. Но Карфаген всё подтягивает войска, подтягивает. Ну а серия на этом заканчивается. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут поискать продолжение прямо сейчас в плейлисте. Специальном, в прикрепленном комментарии. Спасибо, что смотрите. Не забудьте лайк поставить и комментарий написать. Слава Беларуси! Живи Украина! И всем покеда! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.